Пророк Мухаммад находился рядом с Джабраилом. В Рамадане приходил Джабраил в Рамадане по два раза. То есть он сдавал экзамен по Курану Джабраилу. И отсюда уже понимал, что он к нему чаще начал приходить, с ним повторять в Куране, принимать экзамен, то что приближается смерть посланника Аллаха. И тогда был слышен накид. Накид это скрип двери, когда она открывается. Услышал этот звук Джабраил и пророк Мухаммад. И никто посторонние не слышали. Были рядом сахабы, никто не слышал. Только Джабраил и посланник Аллаха. Это на что указывает, уважаемые братья и сестры, то что есть голоса, какие-то звуки, которые слышат определенные творения Аллаха. Как сказано в хадисе, когда посланник Аллаха проходил мимо могил и говорил, что эти сейчас двое наказываются в могилах. Один из них не протерялся, то есть не убирал себя на джаса, когда ходил, справлял нужду. А второй ходил и распространял намима. Намима это знаете, когда например человек подходит к одному человеку и берет его слова и переносит другому. И говорит, тот про тебя так говорит. От этого берет слова, а тот про тебя специально, чтобы устраивать двоих. Вот эти два человека сейчас наказываются в могиле, сказал посланник Аллаха. В другом хадисе сказал, вот эти, которые наказываются, слышат все, кроме цакалей. Цакалей это мир людей и мир джинов. То есть животные, все птицы, все творение помимо людей и джинов слышат, как они мучаются в могиле. То есть есть какие-то звуки, которые слышат определенные, но другие не слышат. Также вот этот сауту-накид, вот этот вот звук, который, когда сказал Джибраил, когда услышал пророк Мухаммад, и Джибраил был рядом, услышали звук, скрип открытия двери. Джибраил сказал, это скрип двери, которая открылась в небе. То есть открылось небо. И спустился ангел. Этот ангел спустился. До этого он не спускался на землю. И он спустился без разрешения Аллаха, субханава ва Тааля, на землю. Хотя основу ангелов, они посылаются на небеса, на свыше небес, только с позволением Аллаха, субханава ва Тааля. Основа такова, как сказано в Коране. Мы спускаемся только с разрешением Аллаха, субханава ва Тааля, ему принадлежит все, что перед нами, и все, что позади нас. То есть вся власть в руках Всевышнего Аллаха, субханава ва Тааля. И этот ангел спустился и сказал, салям алейхима дал салям. Кому дал салям? Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхим салям, и Джибраилу, салям. И сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхим салям. Абшир бинурайни утитахума лам ютта набиюн каблака кут. Радуйся двумя нурами, двумя светами, которые тебе дано. До тебя никому не было дано из пророков. Фатиха талкитаб, ва авахир сурат аль-бакара. Это фатиха, сура фатиха, открывающая. И последние аяты из сурат аль-бакара. Лиллахи ма фи ссамавата, ва ма фи ларф, ва инту бду ма каам. Последние аяты. Аман аррасулю, ва имаму зиллялихим, раби и му'минун. Вот этим двумя радуйся. Чем радуйся? До тебя не было дано. Хотя до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхим салям, был таурат, был инжиль, был забор. Но Кур'ан гайр. Кур'ан и другой. То есть имеется ввиду награды, которые в этих двух сурах. Сурат аль-фатиха и последние аяты из сурат аль-бакара. Если ты будешь читать одну из двух букв из этой суры, ты получишь то, что ты читал. Имеется ввиду, эта сура делится на две части. Первая астана, восхваление Аллаху субхану ва та аля. А вторая адуа, прощение, просьба к Аллаху субхану ва та аля. Первая восхваление к Аллаху субхану ва та аля. Вторая часть этой суры, просьба, дуа к Аллаху субхану ва та аля. Если человек восхваляет Аллаха, он получает. Что получает? Награду. А когда просит, что получает? Иджаба. Ответ на дуа.